Привет, друзья! В последнее время мы часто говорили о дефиците новых процессоров, видеокарт, но вот давайте сейчас чуть-чуть глубже копнем, чем отсутствие на прилавках видеокарт по разумным ценам. Некоторые из вас помнят, что не так давно мне предложили взять на тест Audi e-tron, и у меня сразу появилась мысль сделать ролик об устройстве современных электромобилей, ну вот с конкретным примером, да, на вот этом конкретном экземпляре. Но как только я познакомил их с тем, где я живу и где собираюсь эксплуатировать автомобиль, мне сразу же отказали и дальнейшего разговора больше со мной не поддерживали. А все потому, что они вдруг решили, что в моей деревне дороги нет. Ну это, конечно, отчасти так и есть, но только не зимой. Зимой все ямки до канавки сглаживаются, и это, друзья мои, не бездорожья, а дороги такие. Мотивация же Audi была такая, что при ДТП на бездорожье страховая не выплатит страховку по каско, и человек убедил сам себя в том, что плохая дорога и отсутствие дороги, в том числе в реестре дорог, это одно и то же. Ну, в общем, ладно, оставим эту историю, и можете считать, что вместо этого запланированного видео про электрокары будет вот это вот недоразумение. Начну чуть издалека. Что произошло на рынке автомобилей в 2020 году такого странного? Начался дефицит всего, кроме неликвидных марок, которые не пользуются особым спросом. Вы вот жалуетесь, что видеокарта просто стала дороже на 40%, ну где-то и вдвое, конечно, но на авторынке раньше, во времена хорошего спроса, дилеры лютовали по-другому. Накидывали дополнительных аксессуаров по цене в три раза выше рыночной, и без них, без этих допов ничего не купишь. Какая-нибудь сеточка за решетку радиатора 100-рублевая за 10 тысяч, сигнализация средней паршивости вместе с халтурной установкой может превышать 200 тысяч рублей, но тот, кому хотелось приобрести, все равно платил, и хотя бы получал эти допы. В 2020 году все изменилось. Яркий пример – дилерские центры концерна Киа. Киа обновили модельный ряд, и вот, например, автомобиль Киа Мохаве, названный как «пустыня», но почему-то с ошибкой. Что хотели сказать корейцы, коверкая написание названия. Непонятно. Слово испанское, как «паджеро», только на самом деле у испанцев произносится как «пахеру». В общем, выкатили на российский рынок автомобиль за рекомендованную цену чуть больше 3,5 миллионов рублей. И даже были люди, которые успели купить по этой цене. Но дилеры очень быстро смекнули, что на автомобиль есть хороший спрос, а самих машин нет. Узнаваемая ситуация. Несложно понять, что было дальше. Самым первым дилером, который просто прибавил 1 миллион рублей к рекомендованной цене, был «мейджер авто». Остальные очень быстро за ним все это повторили. И вы понимаете, просто никакого дополнительного оборудования человек уже не получал. Он просто платил на миллион больше, чем рекомендованная цена. И еще часто получал хамское отношение в подарок, потому что покупателей, желающих купить такой автомобиль, было предостаточно, и менеджеры по продажам довольно сильно расслабились. На модели подешевле, которые тоже стало днем с огнем не найти, наценка уже была ниже. А где-то по старой схеме просто продажа оверпрайснутого оборудования в нагрузку. В Тойоте можно было к прайсу получить еще и 2 миллиона рублей наценки. И все равно люди брали. Наценка на внедорожники такая, что можно на сумму этой наценки еще и трактор купить, чтобы потом эти внедорожники из говнолина доставать. И вот где начался разгуляй. Потенциальные покупатели и просто небезучастные автолюбители негодуют, требуют призвать автоконцерны к ответу дилеров. Ну вот тоже представительство Киа говорит, что дилер сам должен строить свой бизнес. И в общем, все без изменений. Это стало возможным только при ограниченном предложении и высоком спросе. Ну, ровно так же и с видеокартами. Ограниченное предложение от того, что часть заводов остановили в 2020 году из-за коронавируса. Где-то не останавливали. Например, в Швеции завод Вольво работал, но они все равно не могли производить конечный продукт из-за того, что там фары, те же самые стекла, там прочие компоненты делаются в других странах Евросоюза. При этом осенью прошлого года из-за повышения курса доллара или снижения курса рубля, кому как нравится, многие начали сливать свободные деньги или даже брать кредиты в расчете на то, что товар-то все равно подорожает и покупка сейчас будет выгоднее. То есть наращивался спрос. Цены и впрямь начали расти. У Лады там на полтора процента, у БМВ максимум на девять. И снова именно продавцы, а не производители в этой ситуации получают максимальные прибыли. Но если бы функционирование заводов во время локдаунов было бы единственной причиной. Так и нет же. Крупнейшие производители автомобилей объявили о новом сокращении выпускаемых моделей, на этот раз из-за недостатка полупроводниковой продукции, то есть микрочипов. Но не хватает их для автомобилей. Что ж произошло? Аналитики компаний спрогнозировали снижение спроса, поэтому фабрики перераспределили мощности на производство бытовой электроники. Однако спрос на автомобили оказался устойчивым, и отрасль даже начала восстанавливаться. Но не тут-то было. Количество выпускаемых для автомобилей чипов уже было сокращено. Что делают микрочипы в автомобиле? Да, наверное, все. В новых моделях, не обязательно в электромобилях, системы слезят за дорожными событиями, сами управляют в случае какой-то необходимости, дают доступ или, наоборот, отказывают в доступе. То же самое дистанционное отпирание багажника требует какого-то своего модуля. Связь с мультимедиа по Bluetooth, как и сами системы мультимедиа, все это требует использования микрочипов. Примеров можно перечислить много. NVIDIA заключили контракт с теми же Hyundai, и, соответственно, еще Kia и Genesis теперь будут оборудованы комплексами NVIDIA Drive. Кроме них и некоторых прочих, три концерна в Китае, производящие электромобили, также будут работать на NVIDIA Drive. Наверняка получить чипы на базе толстых, так скажем, техпроцессов для управления несложными операциями гораздо проще. Но вот NVIDIA Drive и аналоги основываются уже на современных техпроцессах. Например, AGX Orin базируется на 8-нанометровом техпроцессе Samsung, как и потребительские видеокарты, которых так не хватает в достаточном объеме. Как вы знаете, Samsung до сих пор не могут удовлетворить спрос на потребительские видеокарты, и если спрос на системы NVIDIA Drive будет только расти, то NVIDIA придется выбирать, что производить в большем объеме. И вся продукция грозит так и остаться в дефиците. NVIDIA уже неоднократно показывали, что рынок видеокарт для геймеров, для них важен, но уже не так сильно, как раньше. Tesla, Quadro, системы для автомобилей, это вот то, с чем NVIDIA вошли в высокодоходные рынки. И жертвовать ими, ну, наверняка не будут. И, видимо, поэтому чипы ускорителей Tesla производятся на другой фабрике, на TSMC. Сначала разделение на две фабрики с разными техпроцессами продукции с одной и той же архитектурой выглядело, ну, как-то не совсем понятно. Но NVIDIA-то, естественно, больше знает о загруженности фабрик и понимают, в какую ситуацию можно попасть, если мощностей одного чипмейкера не хватит на всех. И разделили производство продукции. Как я уже сказал ранее, фабрики перераспределили мощности на бытовую электронику. И тот же Samsung отдал большие квоты своим собственным системам на чипе. Для смартфонов, планшетов, чипам для видеокарт. И у них есть собственные системы для автомобилей. Актуальная Samsung Exynos Auto V9. Они все же производят свои автомобили. Сегодня Samsung входит в концерн Renault. Но далеко не всем автомобильным системам требуются микрочипы на 8 нм. Большинство требует предшествующих 14-28 нм. Samsung на TSMC появился 7-нм вариант для автомобильных систем. Но существующие модели все еще используют 16-нм техпроцесс. И тут Global Foundries, о которой мы давно не говорили, также участвуют со своими техпроцессами 12 и 22 нм. 22 нм, это, кстати сказать, FDSOI. Что и в каком количестве используется в российских автомобилях, мне неизвестно. Но в России полупроводниковая промышленность находится все еще в зачаточном состоянии. И Автопром закупает комплектующие за рубежом. И поэтому после выработки всех запасов и наши заводы могут упереться вот в такой некий дефицит полупроводниковой продукции. В США некоторые заводы остановили производство моделей, спрос на которые низкий. Nissan, к примеру, снизил производство некоторых моделей втрое. Все это, чтобы оборудовать другие модели с высоким спросом, вот, недостающими компонентами. И для локализованных у нас автомобилей есть риск не получить апгрейд модели. Например, тому же калининградскому автотуру могут не дать перейти на запланированное обновление. То есть у модели появились дополнительные возможности, требуется установка дополнительного оборудования. Но в такой ситуации апгрейд могут отложить. И вот как получается. Мощности чипмейкеров переведены на потребительскую электронику. Но и там их не хватает. Ну, то есть чипов не хватает. И в автопромышленности не хватает. И, скажу больше, в машиностроении тоже не хватает. Да и кто еще знает, где их не хватает, этих микрочипов сегодня? Можно, конечно, предположить, что и тут, в общем-то, майнеры виноваты. А что, переключились на производство видеокарт, так как видеокарты разлетаются только в путь. Тысячами штук, вот прямо с фабрик по производству. Раньше Asus, кстати, с гордостью отчитывались, что тысячные партии той или иной модели видеокарты уходили майнерам еще до производства. А теперь это вроде как стало дурным тоном и по непонятным, кстати, для меня причинам. И Asus больше про это не говорят. Меня вот упрекнули еще продавцы за то, что я в тесте видеокарт рассказал о майнинге. Сделал тест майнинг. Как будто, если я не скажу про майнинг, стоимость биткоина, вместе с ним потом и альткоинов, резко упадет и ажиотаж закончится. Но это не так. Нет, когда-то, конечно, случится изменение в лучшую сторону, но не от действий компаний-производителей. Раз это все год за годом повторяется, то все, от кого зависит насыщение рынка той или иной полупроводниковой продукцией, находятся в неком выгодном положении от дефицита. Ну, если заканчивать автотему, то постоянное удорожание автомобилей не только у нас. Тут, помимо микрочипов, есть еще неимоверно подорожавший металл. Многие наши зрители знают мое основное занятое – производство металлоконструкций. И так как металл для производства мы закупаем, я из первых рук могу вам сказать, что он подорожал на 53% за год. Накиньте сюда курсовую разницу, возросшую за год, и получим почти 80%. О том, почему приходится использовать зарубежный металл, я как раз рассказывал в одном из видео на другом канале. Если интересно, ссылка в описании. В двух словах, на наших крупных заводах не получается сделать заказ того, что конкретно ты хочешь. Нужно брать то, что предлагают. Если ты не заказываешь, конечно же, составами. Для зарубежных же производителей автомобилей курс валют не имеет такого значения, но рост стоимости металла невероятный. Машиностроение еще больше страдает от этого. Но тут-то что случилось? Китай, как главный потребитель, начал стимулировать эту отрасль. А Бразилия, например, как главный поставщик руды, из-за ковида ввела ряд ограничений. И предложение по отношению к спросу началось снижаться. И цены, соответственно, поползли вверх. И вот тут-то можно наблюдать такую обратную сторону рынка. Новолипецкий металлургический комбинат полностью обеспечивает сам себя рудой. И мировые проблемы не должны их касаться. И растить цене вроде бы не с чего. Но если другие продают дороже, то почему бы и нам не продавать дороже внутри страны? То же самое с Северсталью. Они не могут занижать цену в поставках в Европу и превышать квоты. Но их все равно в этом обвиняют, грозят расследованиями. Так как зависимые от сторонних добытчиков еврозаводы не выдерживают конкуренции. Но на своем домашнем рынке Северсталь не думает держать низкие цены. И вот интересно, я помню такой факт, давно было, что Северсталь продавали как-то металл на завод Ниссан в Англии дешевле, чем на УА. А УАЗ входит в группу компаний Северсталь. Но это лирическое отступление. Что сказать, сейчас я затронул только два сегмента, где наблюдается дефицит из-за нехватки кремниевых чипов. В каком-то ролике я предложил в старом РЕН-ТВ сюжет о том, что инопланетяне давно захватили Землю, только они не зеленые его по глазу, а из кремния. Но прошло всего пару лет, и уж впору думать, что так и есть. Сильная зависимость от кремниевых чипов во многих отраслях делает чипмейкеров чуть ли не основными производителями, без продукции которых мало что вообще производится сегодня. В Китае это поняли и приняли уже давно, и вваливают в эту отрасль огромные средства. У нас вроде как даже разговоров нет, хотя наверняка разговоры есть, что-то типа упрочить, углубить что-нибудь в Зеленограде. Но результатов-то пока нет. Как многократно говорилось уже, зайти на этот рынок очень трудно, нужны миллиарды вложений. И кроме как государственных инвестиций, тут вроде как других никаких и представить-то нельзя. И создается такое ощущение, что мы сейчас вступаем в эру тотального и перманентного дефицита. И это при свободном рынке. Кто-то в комментах писал, наверное, из совсем юных зрителей, что считал, что может быть такое только при плановой экономике и при социализме. Ну вот это, похоже, и есть та самая новая нормальность, словечко, которое полюбили в последнее время СМИ. А когда это кончится, сказать сложно, ну, наладят поставки микрочипов, допустим, и случится что-нибудь еще. Поэтому я даже покаюсь, что советовал когда-то кому-то подождать с апгрейдом. И, быть может, этот совет плох. И, если есть возможность, быть может, надо брать. Поэтому больше не возьмусь говорить о выгодах недалекого будущего. На этом наше небольшое тематическое отступление закончилось. Я думаю, что дальше будет только лучше. Пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok